Всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня наконец-таки у меня появилось время, чтобы снять видео ароматы января. Сегодня я покажу, чем пользовалась в январе месяце, какими ароматами. У меня год начался как-то так достаточно весело, мне ни на что практически не хватает времени, но тем не менее я решила снять это видео, потому что мне даже самой интересно. Я периодически пересматриваю, какими ароматами я пользовалась в разные месяца и веду такую, скажем, некую статистику. И давайте, наверное, начнем. Всем приятного просмотра! И хочу начать я с домашних ароматов. Первый аромат, который я активно использовала дома, это Summer White классический от компании Avon. У меня это уже второй флакончик, и, признаться честно, когда я пользовалась первым, этот аромат мне не особо нравился, я его еле доиспользовала, но вот на втором он мне полюбился, прям он мне даже очень нравится. Это свежий морской озоновый аромат. Очень люблю его использовать именно после душа. Он прям так освежает и бодрит достаточно. В целом приятный аромат, но не скажу, что я его повторю. Скорее всего, нет. Вот это доиспользую и все. Но если только Avon как-нибудь еще презентует в подарок, этот аромат, в принципе, я буду довольна. Также я использовала спрей от Evroche. Это манго и кориандр. Мне его подарили перед Новым годом. Очень приятный аромат. Мне нравится. Действительно, слышу манго. Вкусненький такой, легкий, сладенький. Но стойкость, естественно, как у многих спреев, не очень хорошая. Порядка, наверное, где-то часа он держится на мне. И еще из минусов. Достаточно крупный такой распылитель. Аромат быстро заканчивается. Но я пользовалась им с удовольствием и буду продолжать пользоваться. И дома я использовала также от Larive. Аромат Qt. Если я не ошибаюсь. Я уже про него много раз говорила. Этот аромат мне не особо понравился. Хотя на мейкапе достаточно положительные на него отзывы. И, собственно, по отзывам я его и заказала. Если я не ошибаюсь, это аналог Хлоя. Одного из его версий. Но это немного не мой аромат. Но единственное, я поняла сейчас. Этот аромат мне очень нравится дома. То есть я с каждым разом понимаю, что аромат мне нравится все больше и больше. И дома, в принципе, я пользуюсь им с удовольствием. И стойкость у него достаточно неплохая. Но вот чтобы куда-то в нем выйти, конечно, нет. Я не вижу, не представляю этот аромат на себе именно на выход. А вот в качестве домашнего с удовольствием использую здесь целых 100 миллилитров. И в целом могу сказать, что для дома это один из моих самых любимых ароматов на сегодняшний день. Так, с домашними ароматами мы закончили. И теперь уже переходим к основным таким ароматам, которыми я пользовалась. Использовал я Summer White Sunset. Вообще для меня этот аромат, в принципе, внесезонный. Но больше я его люблю все-таки весной и летом. Но вот в начале января, как раз-таки, в новогодние праздники, я этот аромат активно использовала, когда мы ходили к родственникам в гости. Все дело в том, что в этом аромате я слышу, на самом деле, почему-то сладкие цитрусы. Он солнечный и очень позитивный. И вот как раз-таки в новогодние праздники мне хотелось его использовать. Аромат такой ненавязчивый, никого не задушит, он очень приятный, он комплиментарный. Многие спрашивают, что за аромат. И вообще я считаю, что это самый лучший аромат линейки Summer White. Я знаю, что он многими любимый и не зря, потому что за такую стоимость очень достойный аромат. Конечно, он не звучит как-то по-люксовому и тем более там по-нишевому. Но очень-очень приятно, не скажу, что он стоит 300 рублей. Мне нравится этот аромат, уже не помню даже, какой у меня по счету этот флакончик. Также в январе месяце я использовала Пурбланку от компании Avon. Захотелось мне что-то воспользоваться этим ароматом. Пурбланку я люблю, но не скажу, что прям самый мой любимый аромат. Но имеет место быть. И в принципе, Пурбланка классическая должна быть в моей коллекции, потому что иногда мне ее хочется. Очень приятный, женственный, легкий, ненавязчивый аромат. Это весна, мне кажется, во флаконе. И многие с этим ароматом знакомы. Можно сказать, что это уже такая классика в Avon. Для меня он ассоциируется с чистотой, с белой накрахмаленной рубашкой. И аромат, мне кажется, действительно вне сезона. Я могу его использовать в любое время года. И в целом мне он действительно очень нравится. Но я думаю, что много про Пурбланку не стоит говорить, потому что многие с этим ароматом действительно знакомы. И многие его любят. Также из бюджетных ароматов, очень бюджетных, я бы сказала, использовала Ларив. Это аналог Лакост Пурфа. Очень мне этот аромат полюбился. Несмотря на то, что он стоит 2 копейки, вот правда 2 копейки, объем здесь 90 мл, аромат мне кажется достойный. Я тестировала Лакост Пурфа. И схожесть для меня, ну, достаточно такая колоссальная. Где-то, наверное, процентов 95, это точно, лично для меня. Так как я слышала отзывы о том, что Лакост Пурфа не особо тоже стойкий, порядка 3-4 часов, девчонки говорят. Вот этот конкретный аромат от Ларив также на мне держится где-то 3-4 часа, а затем я его обновляю. Он не шлейфовый, он сидит близко к коже, но я его на себе отчетливо слышу, как бы в течение вот этих 3-х часов. Аромат очень мне нравится, мне кажется, я и летом буду им с удовольствием пользоваться. Он просто вот классный, находка для меня такая, бюджетная находка. Также один из моих любимых ароматов компании Avon это Трезель. К сожалению, он снят, снова снят с производства. Но мне кажется, возможно, его еще вернут, но я запаслась этим ароматом. У меня еще стоит 2 флакончика в запасе, моя душа теперь спокойна. И часто как-то я вот замечаю, что часто рука тянется к этому аромату. Я его люблю, действительно очень люблю. Вне сезона для меня единственное, летом, в жару я не могу им пользоваться. А в остальные сезоны, зима, осень, весна, неважно, я с удовольствием им пользуюсь. Аромат очень классный. Он для меня почему-то ассоциируется с осенней опавшей листвой вообще в принципе. То есть я слышу листья, вот эти вот осенние сухие листья, которые немного подсохли на солнце осенним. Но в целом это нежный, цветочный, женственный аромат, именно цветочный. Но вот если так вот прям ассоциации какие-то проводить, то я его сравниваю именно с осенней опавшей листвой. Для меня вот запах очень схож. Классный аромат, стойкость, шлейф. Меня все в нем устраивает. Один из любимых в компании Avon, повторюсь. Также аромат из моего Project Pen на 2021 год от Новой Зари. Это L'Aveille Charmette. И если я не ошибаюсь, это аналог L'Aveille Bell. Очень цветочный, я не раз говорила. Очень сладкий для меня аромат. Вообще он не мой. Хочу его доиспользовать. Здесь целых 50 мл. Почему целых? Потому что расходуется он как будто бы у меня сотка. Вот честно. Не знаю, почему я взяла 50 мл. По-моему, не было тогда 30-ки. Но аромат настоялся. Он потемнел. И буквально достаточно одного-два пшика на улицу, на мороз. Просто супер. Но немного не мое. Конечно, немного не мое. Не скажу, что фу. Пользуюсь там не с удовольствием. Но все-таки хочется побыстрее его доиспользовать и забыть. На самом деле, я так им хорошо в январе попользовалась. Наверное, у меня на начало февраля было где-то его вот так. Вот чуть выше вот этой черной надписи. И мне кажется, достаточно неплохой расход, с учетом того, что он медленно расходуется. Следующий аромат, который я использую из месяца в месяц, это Труссарди Донна. Очень полюбился мне этот аромат. У меня целая сотка, поэтому, в принципе, я его не экономлю. Достаточно часто им пользуюсь. И у меня, наверное, где-то уже вот так его нет. То есть, я вот так его отпила. Это достаточно, на самом деле, много для меня. Аромат мне нравится. Он меня полностью устраивает. Его звучание, его стойка, шлейф. Все замечательно. Единственное, наверное, на лето я его все-таки отставлю. Потому что, мне кажется, на лето он будет душноват. Красивый аромат. На старте слышу цитрусы, белая цветочность, аромат древесный, аромат сливочный. Но очень красивый. Я знаю, что у него много обожателей. И я не исключение. Просто с удовольствием им пользуюсь. И буду продолжать еще пользоваться. Ну, до лета так точно. Следующий аромат из моего Project Pen на 2021 год, это парижский шик от компании Avon. Аромату достаточно много лет. И поэтому я его, собственно, и включила в эту подборку. Потому что все-таки его нужно доиспользовать. Не хочу, чтобы ароматы просто так простаивали. Все-таки появляются какие-то новинки, более даже интересные ароматы. Поэтому вот этот я хочу все-таки доиспользовать. Несмотря на то, что он снятый, мне его не жаль. Буду пользоваться с удовольствием. И вообще аромат настоялся. Раньше на старте я слышала, как будто бы сочный арбуз, такой свежий. А сейчас аромат сразу же раскрывается достаточно насыщенно. То есть нет вот этой бывалой свежести для меня. То есть он действительно стоялся. И я боюсь, что он просто испортится. Но в целом аромат мне нравится. Не скажу, что любимый. Не скажу, что повторила бы его. Но пользуюсь с удовольствием. Поэтому вот в январе также его использовала. Следующий аромат, которым я также пользовалась с удовольствием. Это Attraction Rush от компании AVEN. К сожалению, его как-то внезапно для нас многих сняли с продажи. И хотя вот мужской аромат Attraction появился в распродаже, то женского, к сожалению, почему-то не было. Я бы, наверное, купила себе один флакончик. Но запас это точно. Но тем не менее, рада, что хотя бы вот этот флакончик успела урвать. Пользуюсь им с удовольствием. Аромат мне нравится. Я не скажу, что он мне нравится больше, чем классический Attraction. Все-таки классический Attraction я люблю намного больше. Но вот этот очень достойный. И действительно, я бы дублик себе приобрела. Это о чем-то говорит. Аромат для меня тепло-пряный. Аромат сладкий. Аромат древесный. Я знаю, что здесь заявлены лист земляники. Но я не могу сказать, что именно лист земляники. То есть что-то земляничное, в принципе, на старте. Причем я слышу, но потом это уходит. Потом это уходит. Аромат амбровый. Заявлен также темный шоколад. Шоколада как такового я не слышу. Но что-то, какую-то такую нотку пролине, возможно, да. Вот она именно эту сладость и дает. Вообще, в целом, аромат очень уютный, согревающий. Для меня он сексуальный. В нем присутствует еще, вот я не сказала, какая-то мужская немножко нотка. Но я бы не сказала, что этот аромат для меня унисекс. Потому что для мужчины все-таки это было бы, ну, наверное, сладко слишком. Я вижу его именно на девушке, но никак не на мужчине. То есть я не вижу этот аромат на своем, если честно, супруге. Ну, никак не воспринимаю. Но вот все-таки мужская нотка какая-то для меня здесь присутствует. Красивый аромат. Очень достойный. В принципе, стойкий. На мне он держится, наверное, где-то примерно 5 часов. Шлейф, как такового, я не заметила. Но нужно еще все-таки поносить, чтобы понять, есть ли шлейф. Я пока еще вот не поняла. Но очень нравится. Я его действительно люблю. Следующий аромат, который для меня, можно сказать, является находкой, открытием. Это By Beauty Mo 42. Аромат называется Confiant. Вообще, с этим ароматом я познакомилась на сайте Makeup. Были положительные отзывы. И практически все писали, что это аналог Giorgio Armani C. Giorgio Armani C я очень люблю. Один из моих любимых ароматов. Чуть ли не мое парфюмерное я. И как раз к тому времени он у меня закончился. И я собиралась покупать себе новый флакончик. Хотя бы там, я не знаю, 30 мл, но чтобы он у меня был. И вот, когда я наткнулась на этот аромат, я решила его заказать. С учетом того, что еще плюс ко всему была приятная цена. На него скидка 50%. И ради интереса я решила его приобрести. Что я хочу сказать. На самом деле, нужда в покупке Giorgio Armani C сейчас у меня отпала. Потому что именно вот этот аромат Confiant для меня схож с Giorgio Armani. Процентов, наверное, на 96-97. Аромат такой же стойкий. Аромат шлейфовый. Звучание у них, как я уже сказала, схоже с 96% лично для меня. Пирамидку я сравнивала совершенно разной. И я не могу утверждать. Либо By Beauty Mode, так называемые, делали именно закос под Giorgio Armani. Либо это самостоятельная композиция. Просто так вот получилось. Что они действительно очень схожи. Но, тем не менее, я покупке безумно довольна. Здесь 50 мл. Цена, ну, наверное, раза в 3-4 дешевле, чем Giorgio Armani C. Поэтому я им с удовольствием в январе пользовалась. И вообще могу посоветовать. Действительно, кто любит Giorgio Armani C. Именно эту сладость. Потому что эта сладость для многих навязчивая и приторная. Но я ее люблю. Если вот от Новой Зари Лавейшер Мэйт тоже сладкий. Но сладость здесь для меня не очень приятная, если честно. То в Giorgio Armani C эту сладость я люблю. Потому что, в принципе, по насыщенности они схожи. То я могу посоветовать. Да, вообще о чем? Если вам нравится Giorgio Armani C, то можно присмотреться вот к этому аромату. Если вы не хотите переплачивать, вы хотите сэкономить. Или хотите просто разносить аромат и понять, подойдет он вам или нет. То, в принципе, как хороший такой аналоговый аромат C я могу посоветовать. Очень понравился. С удовольствием носил в январе. И буду еще продолжать использовать в феврале. Потому что, все-таки, этот аромат на прохладное время года. Даже на весну. Может быть, если только начало весны. Но весной даже, мне кажется, он не пойдет. Летом тем более. Он задушит просто. Он очень насыщенный и яркий. Дальше. Следующий аромат также из моего Project Pen. Это Реаметис от компании Эйвен. Осталось у меня совсем его тут немного. И если его, кстати, перевернуть, то посмотрите. Ну, прям вообще. Уже практически аромата и нет. А вот так, как будто бы еще что-то есть. Половинка. В общем, сам аромат использовала в январе достаточно активно. Часто. Потому что я хочу его все-таки доиспользовать. Я хочу его исключить, убрать из своей коллекции парфюмерной. Аромат немного немой. Я знаю, что много у него обожателей. Поклонников. Но аромат не мой. Ну, вот. Ношу его. Но вот не получаю я должного удовольствия, скажем так, от парфюмерной композиции. И вот все-таки рука к нему не тянулась бы, если бы не ароматный Project Pen. Если бы не мое желание его доиспользовать, то я бы просто так им не пользовалась. Для меня это забродившая слива. Аромат достаточно, ну, для меня такой навязчивый. Хотя стойкость у него не очень хорошая. То есть, его наносишь, он достаточно такой яркий, насыщенный. Но буквально через 30 минут я на себе его не слышу. Мне кажется, что и окружающие не слышат. В общем, стойкость мне его тоже не нравится. И вообще, в целом, немой аромат немножечко. Но не скажу, что прям он фу, неприятный мне. Он приятный, в принципе. Просто немного не мое. Дальше. Следующий аромат это Woman Elot. Здесь целых 100 миллилитров. И этот аромат достаточно бюджетный. Я уже говорила, что мне слышится здесь леденец Барбариска. Вот слышу леденец Барбариса все. Хотя я знаю, что здесь, по-моему, заявлен то ли капучино, то ли кофе. Что-то такое. Но ни кофейности, ни ноты капучино я, в принципе, не слышу. Но может быть отдаленно, и если только вот разбавленное что-то такое, капучино. Но в целом я его ассоциирую как леденец Барбарис. Он очень приятный. Он не навязчивый. Он никого не задушит. Приятно звучит. Стойкость, наверное, примерно 3 часа. Конечно, потом его нужно обновлять. Но здесь 100 миллилитров, поэтому я его не экономлю. Я им прям обливаюсь, можно так сказать. И в целом имеет место быть. Но я бы его не повторила. Конечно же, не повторила. Потому что, ну, это немного не тот аромат, который прям вот в любимцы входит. Следующий аромат, который я просто обожаю, это моя вкуснятинка. Это Amo Ferragama. Аромат называется Flowerful. Он настолько вкусный, он настолько позитивный. Для меня это жвачный аромат. Для меня это жевательные конфеты по типу мамба, либо фрутелла, что-то такое. Он вкусный, позитивный. У меня просто поднимается настроение, когда я в этом аромате. Очень вкусный, действительно конфетный. Причем конфетный не шоколадных конфет, аромат, а вот именно конфет жевательных, фруктовых. Очень вкусный. Я даже слышу какую-то небольшую кислинку, но она не явно выраженная, только отдаленная такая. И древесность. Да, древесность. Знаете, я могу его сравнить по направлению. Если вам нравится от компании Ariflame аромат Miss Giordania Intense, тоже такой достаточно вкусный, жевательный, да, такой конфет, то я думаю, что вам и вот этот понравится, потому что они для меня в одном направлении. У них что-то есть общее. Не скажу, что они схожи между собой, но они в одном направлении. То есть, если вы любите тот аромат, возможно, вам и понравится Flowerful от Amo Ferragama. Очень его люблю, просто обожаю. Следующий аромат, который я также использовала в Ядваре, это тоже такая некая вкусняшка. Аромат от Lariflame, называется он Sheizmine. Для меня это клубничное варенье, либо клубничный джем, что-то такое. Аромат сладкий, аромат вкусный. Аромат компотный, но компот такой насыщенный, вкусный. Я знаю, здесь заявлено, кстати, мороженое в пирамиде, но я не слышу какой-то, знаете, такой сливочной ноты в нем. Я бы сказала, если мороженое, то это мороженое, замороженный лед, фруктовый. Достаточно такой качественный фруктовый замороженный лед. У него такой насыщенный вкус, да, который отдает клубнику, либо малины, что-то такое. В общем, вкусняшка. Если в качестве побаловаться чем-то таким вкусненьким, то, в принципе, можно. Здесь, по-моему, 90 миллилитров у меня. Да, здесь 90 миллилитров, цена копеечная, стойкость. Ну, как у, в принципе, всех моих лари, что у меня есть в коллекции 3-4 часа. Потом я его обновляю. Но в качестве побаловаться, да. Кстати, я тут недавно тестировала в Литуаре аромат Ивсен-Лоран. Не помню, как называется. Мон Париж, какой-то там. Я уже точно не помню, вот, правда, сейчас не вспомню. И когда я его протестировала, сразу мне на ум пришел вот этот аромат. Это, я так поняла, Ши из Майн аналог одного из аромата Ивсен-Лоран. Да, это вот такой аналог. То есть я поняла теперь, что это аналог. Хотя, по-моему, девчонки в комментариях на мейкапе писали, да, что именно под Ивсен-Лоран. Также я использовала люминату. Аромат люмината от компании Эйвен. Хочу сказать, что в январе мне этот аромат особо как-то не зашел. Мне он не особо понравился, как он на мне звучит. Вот, вообще, этот аромат использовала летом. Не прямо в жару, но достаточно тепло, да, все комфортно. И он так классно на мне раскрывался. Я на себе его слышала. Он долго звучал. Он просто так шлейфил. Но вот сейчас в январе, ну, что-то как-то... Никак, если честно, на мне он был. Я на себе его практически не слышала. Звучание было у него достаточно такое какое-то пластиковое, химозное, что-то невнятное. Здесь вообще заявлен мой любимый пион. Но пион для меня здесь химозит, если честно. Хотя аромат не нравится. Но нравится, я так поняла, именно на теплое время года. Поэтому я его сейчас отставлю. Скорее всего, я буду им пользоваться именно летом. На такое... Не на совсем жару, но летом в теплое время года. Сейчас вот в январе, ну, вот честно, на мне никак он как-то не звучал. Мне он не особо понравился. Следующий аромат, который также вошел в мой Project Pen на 2021 год, это Lady Million от Pac-Rabon. Аромату на самом деле много лет, поэтому я его и включила. Хочу доиспользовать, потому что переживаю, что, не дай бог, он испортится. Аромат красивый. Я его люблю. И если я по нему буду скучать, я просто приобрету себе потом в дальнейшем 30 мл и буду довольна. Здесь 50 мл и осталось его не так уж много. Но аромат мне действительно нравится. Я прямо от него в январе балдела. Я сейчас, в феврале, тоже продолжаю пользоваться. Аромат достаточно комплиментарный. Он очень яркий, насыщенный, сладкий. Он медовый. И, насколько я поняла по отзывам, он не всем, конечно, нравится, не всем подходит. Но, в принципе, я являюсь любителем этого аромата. Мне он действительно нравится. Это мой не первый флакончик, но он достойный. Он, правда, достойный. Здесь белые цветы в нем тоже есть. Ну, в общем, классный аромат. С удовольствием им пользуюсь. Но хочу его все-таки добить. Крайний аромат, которым я пользовалась в январе месяце, это Нина Ричи. Красное яблочко классическое. Очень люблю этот аромат. Я была в нем на день рождения у своего супруга и просто балдела от него. Мне хотелось его улавливать шлейф, вот эти нотки. Просто замечательный аромат. Для меня это красное яблоко. Для меня это пралине. Для меня это на старте цитрусы. Хотя в нем заявлено именно зеленое яблоко, но для меня слышится как будто бы красное яблоко. Может быть, это просто визуализация именно самого флакона, но для меня по ощущениям именно красное яблоко. Очень его люблю. Он действительно очень комплементарный. Когда у меня была полная версия этого аромата, ну как полная, 50 мл, у меня девчонки просто постоянно спрашивали, что она мне за аромат. Классный, достойный. Я рада, что я его приобрела, вновь повторила, потому что я по нему действительно соскучилась. И это один из моих любимых ароматов, также моя коллекция. Пользуюсь им с удовольствием. Девчонки, а на этом у меня все. Вот такие ароматы я использовала в январе месяце. Кстати, не особо много, если так посмотреть. Но, в принципе, всем я практически пользовалась с удовольствием. Ну что ж, а на этом точно уже все. Пишите комментарии, какие вы из этих ароматов любите. Что у вас есть из этих ароматов в вашей коллекции. Мне будет очень интересно почитать. И всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...